Вы знаете, первый раз я услышала про этот продукт еще осенью. Я немножечко такую предысторию вам расскажу, да, чтобы вы понимали, почему меня вот это так зацепило, почему я на сегодняшний день вот так вот бурно все это рассказываю, заражаю, как говорится, этим людей. Однажды осенью к нам в офис, вы знаете, я когда-то в 2009 году, я сняла белый халат, и я сказала, я никогда в жизни его больше не одену, потому что в моей жизни была череда трагедий. Ну, собственно говоря, знаете, такая маленькая обида, ну, как бы вот осталась, потому что за полтора года ушли все. Мама, бабушка, дядя, дедушка, все умерли от рака. Вот, и что хочу сказать, вот это вот, как сказать, внутреннее несогласие, вот оно всегда со мной было, собственно говоря. И я сказала, я больше не буду работать в системе, я не хочу. Вот категорично так, собственно. И вы знаете, когда осенью к нам зашли монгольские наши партнеры, они сказали, здравствуйте, мы привезли вам хорошую весть. И вот вы знаете, я сидела вот так на первом ряду, у нас там был офис достаточно большой, человек на 40, и я слушала, и вы знаете, вот эти вот результаты уникальные, как у них люди снимаются с учета по сахарному диабету, как у них люди и дети, ну дети с ДЦП, меня как бы вот еще, я это принимала, но что люди с ДЦП, которые всю жизнь сидят в колясках, которые не могут себя обслуживать, через полтора-два месяца начинают себя обслуживать, кто-то начинает разговаривать, какая-то вот такая вот бешеная просто положительная динамика идет, я сидела и про себя говорила, такого быть не может. Такого быть не может. Вот просто вот не принималась эта информация никак. Мы послушали все, но естественно, когда человек болеет, он все-таки ищет выход, поэтому у нас в офисе были люди, которые, естественно, имели ряд своих заболеваний. Вот, и люди начали принимать этот продукт. Они сделали заказы, начали принимать этот продукт. Первый результат, который меня просто поразил, у нас есть женщина, которая уже далеко за 50, и этот человек всю жизнь жил с нейродернитом. Она всегда ходила, знаете, у нее такие были блузки с длинным рукавом, и она всегда садилась на отдельный стульчик. Я все время думаю, что-то она все время так отдельно садится. А там такие коросты, и вот она настолько боялась притронуться, что притронется кто-то к ее рукам. И вот представьте, через три недели применения она подходит, говорит, Ален, смотри, она задирает этот рукав, а там просто розовые пятна. Нет корост. Это для меня был шок, потому что моего старшего сына до 14 лет тоже был нейродермит. Господи, чего мы только не делали. И я что хочу сказать. Мы это состояние сняли только с помощью БАДов. Второй результат, который просто меня вверг в шок. Как раз в декабре вышло вот это видео, Краша Штанабаева, которое они записывали в Иркутске, когда она приезжала и делала массивную вот такую большую презентацию на город. И она там рассказывала результат своего брата, который, собственно говоря, практически слепой, потому что у него была киста в голове, сдавливающая зрительный нерв. Он практически был слепой, и через 21 день человек стал вдергивать нитку в иголку. Вот у меня это опять не укладывалось в голове. Но в январе месяце приходит моя знакомая и говорит, Алена, слушай, у меня мама 77 лет. И у нее после инсульта резко начала прогрессировать и глоукома, и катаракта. И мы, говорит, поехали в Иркутск, и нам сказали, мы вам ничем помочь не можем, мы можем вам только удалить глаз. И вот она пришла и сказала, я не могу с этим согласиться, и мама не может с этим согласиться, что нам делать? И тогда я говорю, Алла, вот у нас на сегодняшний день, говорю, пришел продукт, который я сама лично еще только изучаю. Это был Вератрол. Вот здесь вот написано антиэйджинг, это вот на американском рынке он так называется. Для всего остального мира название Вератрол плюс. Я говорю, смотри, там 12 компонентов. Во-первых, это все мощные антиоксиданты. Второе, все 12 компонентов. То есть вот с того момента, как я посмотрела видео Карашаш, я села в интернет и стала рыть. Просто. И что я увидела? Что все 12 компонентов, они все так или иначе воздействуют на структуру глаза. Когда Карашаш добралась с этим продуктом до Израиля, там израильские ученые поизучали этот продукт и сказали, его можно капать в глаза. Я говорю, поэтому мы берем этот продукт, начинаем капать в глаза, ну и, соответственно, под язык. Она купила этот один флакончик и уехала. То есть это не Воланде, а рядом небольшой городок. Через две с половиной недели я звоню и говорю, Алла, как у вас дела? Она мне смеется в трубку и говорит, Аллена, как у нас дела? Мама моя, которая после инсульта еле ходила, зрения практически не было. То есть вот пока вот так не поднесу, она, говорит, ничего не видела. Теперь через две с половиной недели моя мама, говорит, ходит, сама гуляет на улице, она смотрит телевизор и читает книги. Они до сих пор так и не сделали операции. И вот тут я поняла, что, знаете, ну, наверное, надо чего-то где-то разобраться. Надо попробовать на себе, собственно говоря, да. И вот этот процесс как раз начался. Вот если сейчас мы посмотрим состав, вот даже сразу параллельно будем, да. Вот вы знаете, вот ничего такого нового здесь нет. Согласны? Многие, кто уже разные продукты пробовали, все это все понимаем. И сокно неизвестный, и мангостан, и черную смородину, и ресвератрол, и вот это вот все, вот это все. Вы знаете, мне одна фармацевт сказала так. Вы знаете, этого говна, извиняюсь за выражение, вся аптека завалена. Я говорю, я согласна. Все дело в том, в чем, вернее, почему так работает этот продукт. Я никак не могла понять, в чем, собственно говоря, вот уникальность. Почему у нас такие уникальные результаты по сахарному диабету, почему у нас люди с ДЦП посттравматические всякие состояния снимаются, да, и все такое прочее. Ну, первое, начнем с чего. В зале есть люди, которые принимали БАДы в своей жизни. Хоть раз. Все. Супер, замечательно. Первые результаты через какое время получили? Через три месяца, еще кто сколько? Через месяц получили, здорово, еще сколько? Через две недели, еще кто сколько? Иногда ничего не получили. Вы знаете, вот я выехала из дома 17 июня. Сегодня у нас какое число? 21 июля. За это время я была три дня дома. Вот, что хочу сказать. Я была на Дальнем Востоке, я была в Хакасии и так далее. И каждый раз находятся люди, которые говорят, что БАДы — это все ерунда. БАДы — это, вы знаете, это из области мракобесия и так далее и тому подобное. Почему многие люди так говорят? Потому что я вообще на сегодняшний день совершенно четко уверена в одной вещи, что БАДы или биологически активные препараты — это единственное, самое лучшее, наверное, изобретение за последние сто лет для человечества. Потому что то, что делают они, сложно с чем-то сравниться. Немножечко экскурса. Итак, биологически активные добавки. Первый прототип, так скажем, возник в 1934 году в Японии, когда японцы, все знаем, оказались в какой ситуации. На Ютубе все видели, наверное, эти мои видео, когда я рассказывала. То есть японцы, они первые задумались о чем? Они стали вымирать как нации. И они поняли, что как они могут, ну, вернее, не то, что поняли, они начали думать, а как вот можно эту ситуацию исправить. Нужна была новая совершенно концепция жизни, питания и так далее и тому подобное. Вторую вещь, которую они поняли, это было то, что они живут на ограниченном пространстве, соответственно, они могут использовать только то, что у них растет под ногами, в море и так далее. Так вот, они придумали своеобразные удобрения. К пище. То есть пока они разрабатывали эту концепцию, они поняли одну вещь, что на сегодняшний день, это уже было сто лет назад, а сейчас это тем более актуально, что наша пища, она далека от того идеала, который бы обеспечил наш организм всем необходимым. Соответственно, каждый человек, разумный человек должен удобрять свою пищу, улучшать свою кормовую базу. Ну, это вот так, собственно говоря. Поэтому придумали вот эти вот добавки. На сегодняшний день, конечно, то, что мы имеем на рынке, просто добавками, просто как, так скажем, удобрениями для пищи, их назвать нельзя. Потому что все-таки это уже биологически активные препараты, которые обладают достаточно высоким терапевтическим действием. В том числе и витаспреи. Вот мы, когда с Корошаш Танабаевой совсем недавно разговаривали, я говорю, «Вот это же все-таки отдельная группа». Она говорит, да, это все-таки отдельная группа, потому что есть нутрицептики, есть парафармацевтики, и на сегодняшний день витаспреи, про которые мы сегодня говорим, да, это уже отдельная совершенно группа. Объясняю сразу почему. Во-первых, сам способ введения. Состав не уникальный. Важна формула, то есть процентное соотношение вот этого всего внутри вот этого маленького пузыречка. Это первое. И второй способ введения в человеческий организм. Мы привыкли, что у нас основная форма введения это какая? Через желудок. Правильно? Желудочно-кишечный тракт. Все. Достаточно агрессивная среда, да, поэтому все, что мы туда положили, по разным показателям усваиваются от 3 до 20%. Это не зависит от продукта. Это зависит от вашего внутреннего состояния. Это зависит от того, что вы едите. И на сегодняшний день я что еще хочу сказать. Очень многие, я не знаю, специалисты или просто люди, да, они позиционируют БАДы как какую-то вот уникальную штучку, как какое-то волшебство, как какую-то волшебную пилюльку. Но я вам что хочу сказать. Это всего лишь инструмент. Первооснова это все-таки наше питание. Поэтому в первую очередь мы должны корректировать наше питание. Поэтому если мы правильно начинаем питаться и добавляем еще вот такой продукт, вот тогда действительно в организме начинают происходить чудеса. Потому что когда ваш организм получил все, что ему нужно, когда его вычистили, наладили обмен веществ, устранили гипоксию в организме, вот здесь все начинает восстанавливаться. Сейчас доктора сидят, вот они кивают головы. И я счастлива, потому что, к сожалению, не все это понимают. К сожалению, это так. Так вот, витаспрея, сублингвальный способ введения. Через 30 секунд попадает в кровеносное русло. Данный способ введения равноценен тому, что вот это все вам ввели сразу внутрь артерии. Но нормальный человек никогда себе не даст, не то что внутрь артерии, он себе просто-то не даст это уколом как-то ввести в организм. Соки, вытяжки из лекарственных растений и так далее. А вот именно такой способ введения позволяет это делать. Сразу что хочу сказать. Спектр действия вератрола. Я обожаю этот продукт, потому что на этом продукте, даже если бы он у нас был один, мы бы просто могли творить чудеса. Самый последний результат, который произошел буквально за последнюю неделю, пока я была здесь в Казахстане, именно… Ой, господи, в Татарстане. Я уже в Казахстан поехала. Все. Значит, что произошло? Кстати, писали это в чате. У меня у подруги, очень близкой, у деверя спит. У него не то что ВИЧ, у него уже спит. Все. У парня кохексия, у него туберкулез, у него генерализованная, значит, кандидозная инфекция. Туберкулезный менингит, парень впадает в кому. Три дня он лежит в коме, благополучно в реанимации. Когда моя Валентина пришла к врачу и сказала, пожалуйста, я вас очень прошу, начините вот этому молодому человеку распылять вот этот продукт каждые 15 минут под язык. Он сказал, девушка, вы знаете, уже чудо ждать не надо. Я вам рекомендую уже готовиться, собственно говоря. Она, видимо, просила так искренне, что он сказал, ну ладно. Хотя вообще туда ничего не допускают, собственно говоря, это запрещено, да. И медсестры девчонки начали давать. Через 6 часов парень пришел в себя, в сознание. Через сутки у него прошла вся эта кандидозная инфекция. То есть у него даже во рту все это почистилось. Через 3 дня он благополучно встал в кровати. Он сейчас кушает сам, пьет сам. Он абсолютно адекватен. Он идет на поправку. У него все показатели улучшаются. Это только один продукт. Это вот так. То есть вот это не, понимаете, это вот не укладывается в голове, но это есть. Когда я только села изучать состав этого продукта, я поняла одну вещь, что данный продукт, Вератром, он работает со всеми внутриклеточными вирусами. Но проверить мы это не могли. Ну вот как раз, пожалуйста. В Благовещенске есть у нас уникальный результат по гепатиту С. Удивительный просто результат. Спасибо. Значит, семья, мама и сын полечили зубы у стоматолога. Через полгода температура под 40, боли в животе, печень вылезла из-под реберной дуги, обследуется гепатит С. Парню 18 лет готовился поступать в военную академию. Сказали, все, сиди спокойно, никаких тебе академий. Ну, они тогда позвонили по скайпу, потому что мы в разных городах живем, они сказали, нам это поможет. И вот я тогда сказала, как каршаш, ребят, честно, теоретически, да, может помочь. Потому что Вератром – мощный гепатопротектор. Великолепно работает с любой интоксикацией, с любой абсолютной интоксикацией. Работает уникально с кровью, с лимфой. Я говорю, надо просто пробовать. Они заказали этот продукт через неделю применения. Вся биохимия пришла в норму. Естественно, печень ушла под ребро. Значит, на УЗИ у них очень хорошая динамика. Все хорошо, все замечательно. Парень прекрасно занимается спортом. Хотя врач ему говорит, не смеет, тебе нельзя делать такие нагрузки. Он говорит, я здоров. Если бы, говорит, вот, неподтверждение в анализах, естественно, мы эти вирусы, ребят, мы никуда не уберем. Но данный продукт будет держать их под контролем, чтобы они не распускали свои ноги и руки. По глазам. Вы знаете, результаты по глазам можно говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить бесконечно. Просто уже столько результатов, что просто невероятно. Тоже самый последний результат. Любовь Ивановна у нас, Алексеева. Человек, который много-много-много лет проработал мастером на заводе. Зрение плюс 3,75. Пошла выписывать очки, поставили еще и глоукому до кучи. И она начинает применять. Через 4 недели она мне говорит, Алена, слушай, у меня вообще никаких результатов нет. Я говорю, ты подожди. Что происходит через следующую неделю? Она говорит, я прихожу на работу, одеваю эти свои очки. А у меня все перед глазами плывет. Я, говорит, ничего не могу понять. Очки снимаю, все хорошо вижу, все прекрасно. Естественно, я, говорит, пошла к окулисту. Она говорит, так у тебя 0,5 только осталось, из твоих плюс 3,75. Но самое интересное, она говорит, померили внутриглазное давление. Говорит, она у тебя в норме. Сняли с учет. Все. Она такая счастливая носится. Но самое интересное, она говорит, я не могла достучаться до своего мужа. Никак. И вот однажды, говорит, он приходит с работы и говорит, Люба, я, говорит, порвал штаны. Мне, говорит, нужно их зашить. И она, говорит, я автоматом беру нитки, беру иголку и без очков выдергиваю тоже туда нитку. Он сидит, говорит, у него так раз челюсть отвалилась. Она говорит, Люба, ты, говорит, без очков вдеваешь нитку в маленькое ушко. И она говорит, да, это вот так вот работает вератрол. Она говорит, а когда мне будешь брызгать? Она говорит, ну прямо сейчас и начнем. Что еще делает данный продукт? Я говорила, что он уникальный, работает с кровью. В Монголии был уникальный результат. Многие, наверное, слышали его, но здесь я так понимаю, что много новичков. Мальчик 4,5 года упал в общественный туалет. Нахлебался там вот этого всего. Когда его достали, привезли в больницу, проводят все мероприятия. Все, 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 все с ним делают. Но мальчик тяжелеет, потому что токсины такие моментально попадают в кровь. Всасываются, попадают в кровь. Ну и, собственно говоря, пока мальчик лежит в реанимации, прогноз неутешительный. Говорят, что до утра он, к сожалению, не доживет. Просто не успели. И дежурила врачу, который был просто свой вератрол, начатый. Она пришла в 10 вечера, села к нему и каждые 15 минут стала распылять этот продукт. До утра, пока он не закончился. В общем, результат. Через 2 дня ребенка выписали абсолютно здоровым домой. Вот этот продукт вот так работает. Он работает как гемодиализ. Он убирает из крови все, чего там быть не должно. Абсолютно. Еще какие результаты в Иркутске. У нас появился специалист, который работает с живой каплей крови. Она проводит диагностику по живой капле крови. И к ней пришел на прием мужчина. Она говорит, можно мы с вами проведем эксперимент? Он говорит, ну да, пожалуйста. Берут кровь, смотрят, в каком состоянии. Потом берут, брызгают все 4 спрея и отправляют гулять на 3 часа. Через 3 часа снова она у него смотрит кровь, а там стволовые клетки. Представляете, что происходит? Поэтому на сегодняшний день я говорю, то, что мы имеем в руках, в виде вот этих 4 спреев, это в чистом виде регенеративная медицина. Когда-то в подростковом возрасте я очень сильно увлекалась научной фантастикой. Перечитала, наверное, все, что было на тот момент. И очень многие авторы говорили, что не за горами то время, когда люди начнут себе отращивать руки и ноги, восстанавливать органы сами, без какой-либо помощи и так далее. Так вот, когда появился этот продукт, я поняла, что это время не за горами. Потому что на сегодняшний день это уникально просто-напросто. Что еще хочу сказать про Вератру? Уникально работает со всей бронхолегочной системой. Уникально. Все бронхиальные астмы, обструктивные бронхиты, пневмонии, туберкулез, хобл, хроническая обструктивная болезнь легких. Все работает. Вот Караша Штанабаева, я не знаю, кто-то знает из партнеров и не знает, да? У нее самой была бронхиальная астма, у нее был хобл, она 10 лет сидела на преднизолоне. Через 2 месяца она отказалась полностью от них. Уже несколько случаев по бронхиальной астме у нас и в Улан-Удэе, и в других городах. Когда через 2 недели, через 3 недели применения данного продукта, люди просто отказываются от своих ингаляторов. Приступы проходят. Все. Но, что хочу сказать. Когда люди начинают применять данный продукт, мы всегда получаем обострение. Но про обострение я немножечко расскажу попозже. Что еще можно? Удивительно работает при аллергиях. То есть некоторые думают, что данный продукт выступает только в роли иммунного стимулятора. Он работает с иммунитетом, но данный продукт все гармонизирует. Я вас хочу понять. Предупредить все, что гипердонормы, все, что гиподонормы. Аллергии. Аллергические риниты, аллергические конъюнктивиты, пожалуйста. Данный продукт можно капать в глаза, в нос, в уши. Несколько уже уникальных результатов по отитам и по нейросенсорной тугоухости. Прекрасно работает. Нейросенсорная тугоухость – это такая пакость, которая корректируется очень сложно. Но здесь мы работаем. Удивительно. Так, что еще? Дальше поехали. Давай, Леш. Следующий продукт. Следующий продукт тоже на самом деле очень любимый – мультивитамин. Что я вам хочу сказать. Вот я сегодня разговаривала с одним доктором по пути к вам в набережной Челны. И она мне сказала, говорит, вы знаете, мне достаточно того, что я потребляю с пищей. И когда я слышу такие заявления от докторов, мне становится грустно, если честно. Потому что наша клетка, ей нужны не картошка, а макароны и все такое прочее. Ей нужно немножечко другое. Поэтому в нашем мультивитамине это все находится в ионной, легкоусвояемой форме. 90 групп биологически активных веществ. Показан данный продукт с рождения. В Казахстане все недоношенные, маловесные, рожденные дети с гипоксией, с асфиксией, получают данный продукт с рождения. То есть мы прекрасно понимаем, что такие дети должны получать определенную терапию для того, чтобы восстанавливаться. То есть там очень много всегда неврологических нарушений. Так вот, данный продукт, когда мы начинаем давать его по одной капельке под язык, детки очень быстро начинают восстанавливаться. Что я вам хочу сказать. Вот это вот сочетание Вератрол и мультивитамин, это как раз вот эти два продукта, которые дают уникальнейшие просто результаты по ДЦП. По постинсультным состояниям, когда люди восстанавливаются, у них речь восстанавливается, двигательная активность, настроение меняется. По посттравматическим поражениям головного мозга и так далее и тому подобное. Самый последний результат, который мы получили в Иркутске, я не знаю, он у меня до сих пор как бы не очень укладывается в голове. Вы знаете, это было в конце апреля, ко мне обратилась моя партнер. И она сказала, Ален, ты знаешь, у меня есть знакомая, у нее ребенок. Тогда мальчику было полтора года. Мальчик родился в 20 недель, в крайней степени недоношенности, но мальчишка родился хороший. Пока лежал, значит, он там в кювезе, выхаживали его, занесли инфекцию, которая съела ему практически весь мозг. То есть на сегодняшний день по последней томографии, которую они делали в начале июня, у ребенка только лобные доли головного мозга, все остальное это вода. Было проведено, значит, ему несколько операций, шунтирование, чтобы сброс жидкости был там, ну, гидроцефалия начала развиваться и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, от них отказались все. Хирурги, нейрохирурги, к ним не ходят участковые, абсолютно. То есть никто их не наблюдает. Вот так, мама там сама в своем соку варится и все. И она говорит, вы знаете, а что-нибудь мне поможет? Я говорю, давайте попробуем. И мы начали по три капли виратрола и мультивитамина. Через 20 дней, в 3 часа ночи, звонок в скайпе. Звонит вот это вот мой партнер, Алена, и она говорит, срочно ответь на звонок. Я говорю, Алена, что случилось? Она говорит, ответь на звонок. Так вот, какая была ситуация? Она приехала в гости, то есть она живет у Ланда и Иркутск, туда-сюда, и там, и там работает. Она приехала к этой своей подруге. И что она наблюдает через три недели применения? Ребенок стал спать с 10 вечера до 9 утра. При этом он до этого практически не спал. По 5 минут, по 5 минут, по 5 минут и все. Днем он стал спать 2,5 часа. На сегодняшний день у него прорезалось 4 зубика. Он стал гулить. Был постоянно плавающие, вот эти плавающие глаза у него были, так будем говорить. На сегодняшний день мальчик останавливает совершенно осознанно взгляд на предметов, рассматривает, смеется. Вот понимаете, что хочу сказать. Вот этот случай, он в полной мере отражает то, как работает этот продукт в организме. И то, насколько, даже слова не могу, насколько огромные способности у нашего организма. Нам всегда говорили, что нервная система, она очень плохо восстанавливается, и так далее, и тому подобное. На сегодняшний день я совершенно четко уже прихожу к такому выводу, что нервная ткань – это точно такая же ткань, как все другие в нашем организме. И при правильном, так скажем, обращении с ней она будет восстанавливаться точно так же, как все остальное. Данный продукт, давайте детям, я вас очень прошу, всем беременным, с первых дней, как поняли мамы, что они беременны. Почему? Леша, пролистай немножко. В составе, видите, хлорофилл, гавайская спирулина, ионные минералы. Хлорофилл – это, конечно, знаем, да, пигмент, который вырабатывают наши растения. Но данный продукт уникально работает с гипоксией. Уникально, просто-напросто. Но я хочу, чтобы вы, вот здесь, гавайская спирулина, что это такое? У гавайской спирулины есть два очень интересных свойства. Если мама во время беременности принимала всю беременность, мультивитаминный комплекс со спирулиной, и давала то же самое ребенку в первый год жизни, то у ребенка никогда не реализуются никакие наследственные заболевания. Ребенок раскроется в полной мере. Когда в 2002 году ученые расшифровали геном человека, они поняли одну очень интересную вещь. Мы с вами не соответствуем тому, что заложила в нас природа. На 80% мы с вами не дораскрыты, не докормили, собственно говоря. Поэтому, пожалуйста, вот это нужно давать всем. Всем пожилым, всем людям. Я говорю, вот эти два продукта, вот эти два продукта, вератрол и мультивитамин от первого вдоха и до последнего выдоха. Вот это питание для клеток, вот это антиоксиданты. Давай, Илюш, дальше. Виталити. Вот тот первый результат, который у нас женщина получила по нейродермиту, это как раз работа вот этого продукта. Потому что, вот если мы посмотрим состав, китайский лимонник, радиола розовая, мака, сибирский женьшень, готу кола, дамиана, юхимби, горянка крупноцветная, да? То есть такой, знаете, состав, я когда посмотрела, я говорю, ну да, хороший адаптоген. Ну да, на психоэмоциональное состояние будет очень хорошо влиять, да? Ну, по ожидаемым свойствам это было так. Но на самом деле данный продукт уникально работает со всеми кожными проблемами. Начиная от всяких атопических дерматитов, все правильно делают, брызгают, сидят, заканчивая витилиго. Знаете, да, что такое витилиго? Это когда идет вот обесцвечивание участков кожи, да? И на сегодняшний день уже есть зарегистрированные случаи, когда, собственно говоря, все эти пятна благополучно проходили. Псориаз, экземы, нейродермиты, пожалуйста, и под язык, и наружно, обязательно. У этого продукта есть три ограничения. Первое – это детский возраст до 12 лет. Второе – это эпилепсия, либо в анамнезе, либо существующая, да? То есть даже если судороги были однократно, то лучше не рисковать, да? Потому что идет достаточно серьезное тонизирование. И артериально неотрегулированное это артериальное давление. Я всегда говорю так, вот, ну, есть написано, что от 180 и выше, но все-таки я говорю, пока мы с давлением не поработали, пока мы его не отрегулировали, ну, не надо, ну, пока не добавляйте. Как только давление придет в норму, хотя бы там 130, да? Вот тогда мы будем работать с этим продуктом. Следующее его свойство уникальное – работает со всей гормональной системой человека. Гормональная система – это такая капризная штука, это как бусы. И если у нас одну бусину мы потеряли, все остальные бусины рано или поздно тоже выйдут из строя. Поэтому очень часто и на брифингах, и в чате люди пишут, вот у меня проблемы с щитовидной железой, там разного характера, да? Можно ли мне применять? Я говорю, нужно применять. Потому что все остальные железы, так или иначе, они тоже все страдают. И их тоже нужно поддерживать в определенном состоянии. Поэтому это все нужно обязательно. Значит, все женские проблемы – мастопатия, миомы, фибромиомы, кисты, поликистозы яичников и так далее и тому подобное. Мужчины – простатиты, аденомы, предстательные железы. Женщины, я вас очень прошу, любите своих мужчин. Дайте им это. В Казани сейчас вы не представляете. На презентации сидели молодые парни, которым нет 30 лет. Я вот честно была в шоке от того, насколько помолодел простатит. Две недели применения, они получили уникальный результат. Они сейчас скачут, радуются до потолка просто. Дайте своим мужчинам, защитите их немножко. Потому что мужчины – это такие существа, которые я всегда говорю. Если бы не было женщин, ходили бы до сих пор в шкурах. Поэтому нужно о них заботиться. Они у нас любимые и самые лучшие. Не будет мужчин, не будет женщин. Это все понятно. Следующее, что раз мужчины и женщины затронули эту тему, в Казахстане в Центре продукции человека несколько практикующих акушеров-гинекологов, оперирующих акушеров-гинекологов работают с этим продуктом. И только в Астане, только вот за прошлый год 300 семей снялись с учета по причине беременности. На самом деле их уже больше тысяч. Я всегда говорю, беременеют все. От двух недель до шести месяцев. У нас на Дальнем Востоке уже есть такие результаты. Семейные пары 2, 3, 4 года не могли никак забеременеть. Вот обследуется, все хорошо, все замечательно. Беременность не наступает никак. Две недели применения, все прекрасно, беременность наступила. Все замечательно. Кроме того, данный продукт, я вам говорила, великолепный адаптоген, то же самое, работает с иммунитетом очень хорошо. Кроме того, что еще делает? Работает с нашим психоэмоциональным состоянием. Кто слышал мое видео, я всегда говорю, способствует формированию фиолетового настроения. Вот все становится ровно. Накричали на вас, улыбаемся. Муж не пришел домой ночевать, улыбаемся. Все хорошо. Женщины тоже любите себя, защищайте свою нервную систему. Все хорошо, все у нас в жизни замечательно. Следующий продукт. Четвертый. Слим. Тоже все любят слим. Уникальнейший продукт. Вместе вот так с вератролом зарекомендовали себя уникально при сахарном диабете. Удивительно зарекомендовали себя при сахарном диабете. В Казахстане 5000 зарегистрированных случаев. В Монголии я даже не знаю сколько. Потому что когда наши партнеры приехали, когда они сказали, мы вам привезли благую весть, хорошую весть, они нам сказали, вы найдите несколько человек, у которых есть сахарный диабет, и избавьте их от сахарного диабета. Но что сразу хочу сказать. Сахара уходят у всех по-разному. Вот Яна и Нишерла, она сегодня не смогла приехать, она потому что уезжает в Новосибирск. У нее у мамы какой результат? У нее сахара были небольшие, но тем не менее за три недели они у нее стабилизировались до шести. Катя Хилык, лидер наш в Благовещенске, то же самое. У мамы были сахара, где 13, где сколько, собственно говоря, тоже стабилизировались сахара. У нас в Улан-Удэ, у нас женщина пришла очень интересная, сахарный диабет уже лет 10, сидим даже на инсулине. Все хорошо, все замечательно. Она вот так вот сидела, ручки сложила, рассказывайте мне тут, что у меня там сахара снизится. Ну вот такая вот сидела вся. Но тем не менее сидела-сидела, сказала, дайте-ка я попробую. И, собственно говоря, ей дали вот так три продукта. Виталити, Вератро и Слим. Она, говорит, пришла домой, все это дело я, говорит, набрызгала. Уснула, говорит, даже не помню как. То, что муж пришел немножечко не в том состоянии, она, говорит, я даже не слышала. Утром просыпаюсь, у нее всегда по утрам давление было 160 и сахар 13. Вот каждое утро, говорит, мерю, каждое утро сахар 13. Открываю глаза, она, говорит, и понимает, что со мной что-то не так. Измеряю давление, давление нормальное. Измеряю сахар, сахар у нее нормальный. Но, естественно, я хочу, чтобы вы понимали одну вещь, что за один день это все не корректируется. На это нужно достаточно много времени. Но, тем не менее, корректировка идет. Меня мучил другой вопрос. А вот когда действительно сахарный диабет либо врожденный, либо приобретенный в раннем возрасте, а вот корректируется ли это состояние? Сахарный диабет второго типа, там механизмы другие. Это все понятно. А тут-то совершенно все другое. И вот когда мы в чате задали вопрос Кроша Шурманни, я говорю, есть ли в Казахстане такие результаты? И она сказала, есть. Двухлетний ребенок, у которого врожденный сахарный диабет, который в течение года применял вот эти два продукта, Вератрол и Слим, как взрослому по 7 раз и того и другого, через год сняли с учета. Вот вы знаете, такие случаи, конечно, они, может быть, пока еще и не массовые, но тем не менее, они дают очень многим людям надежду на то, что есть возможность хоть как-то скорректировать свое состояние. Кроме того, что делают еще вот эти два продукта? Это у нас два продукта, которые запускают правильный обмен веществ. Мы все прекрасно понимаем, да, откуда ноги растут всех наших проблем. Это все-таки первая очередь. Это гипоксия. Вот все знают, что это за слово гипоксия. Не знаете? Ну вот. Это кислородное голодание, когда ваши ткани и органы, да, и ваш головной мозг постоянно недополучают кислорода, собственно говоря. Так вот, это первая причина всех биохимических нарушений. Когда нет кислорода в организме, все биохимические реакции начинают нарушаться. Плюс, когда у нас нет витаминов, минералов, катализаторов, и так далее, и тому подобное. И все это поехало. Когда мы с вами дефицитны по белкам, жирам, и переизбыточны по углеводам. И вот вы знаете, вот эти вот два продукта, они как раз запускают правильный механизм восстановления нашего обмена веществ и убирают гипоксию. Вератрол и слим. Да, эти два продукта. У нас есть два случая. Все партнеры вчитали в чатах, да, когда у нас в Казахстане женщина, которая уже все, с повторным инсультом. Да, мне рассказывали этот результат? Не рассказывали? Вы не читали? В общем, какая произошла ситуация? Значит, у меня в команде есть партнер Веста Садыченко. И у нее есть сестра. В Казахстане. У нее есть свекровь, которая 5 мая перенесла первый инсульт по ишемическому типу. А 17 мая ситуация повторяется. Но причем она повторяется каким образом? Все. У человека инсульт, лежит недвижимое в предогональном состоянии, пульс нитевидный, мочи нет. Вот такое состояние. Скорая сказала, делать нечего, мы ее даже госпитализировать не будем. Поэтому она позвонила Вест и сказала, у меня такая ситуация. Та быстренько через наших казахских партнеров нашли вот эти два продукта. Это было 17 мая. 18 утром они начали брызгать их каждый час. К 20 вечером Ирина, я сама с ней, мы по скайпу с ней разговаривали, она говорит, я стою, мою посуду, а человек, который двое суток назад лежал при смерти фактически, она пришла на кухню и сказала, Ира, я чай пить хочу. Она говорит, я чуть кружку не вернула. И вот она потом пишет, прошло двое суток, сейчас вечер, мы сидим и пьем чай. С этого момента пошла динамика. Речь, двигательная активность, все стало восстанавливаться, и так далее, и тому подобное. Потом через некоторое время она отмечает, что она говорит, четыре дня применения привели к чему? У этой женщины была хроническая тромбоцитопения, тромбоциты выше 18-ти не поднимались. Она говорит, вся ходила в кровоподтеках. Вот чуть, говорит, где за угол тронулась, все, там кровоподтек. За четыре дня применения у нее кожа вся почистилась, она стала, говорит, у меня беленькая, вся, говорит, как младенец. Кровозлияния эти прекратились, и тромбоциты пошли вверх. Поэтому теоретически, опять же, я говорю, когда я изучала этот продукт, я поняла, что вот эти два продукта работают при тромбоцитопении. Данный случай доказывает это. На сегодняшний день, вот вы знаете, вот мой день с чего начинается? Он начинается с того, что я утром открываю глаза, сразу открываю скайп и сразу открываю контакт. Потому что люди пишут нам свои вопросы. Что мне делать в такой ситуации? Что мне делать в такой ситуации? Что мне делать в такой ситуации? И было огромное количество просьб, собственно говоря, помогите у меня тромбоцитопении. Молодые девушки, для них это приговор, они мамами никогда не станут, им никто не позволит этого сделать. Понимаете, да? Так вот, данный случай просто-напросто доказывает, что нужно рекомендовать именно при тромбоцитопении вот именно вот этот вот продукт, вератровый слим. Пожалуйста, можете это делать. Что еще хочу сказать? Сам отдельно по себе слим растворяет камни в желчном пузыре, в почках, в мочеточниках, в мочевом пузыре и так далее. В желчном пузыре камни растворяются значительно быстрее, чем в почках. Это уже совершенно четко доказано. Но растворяются, медленно, но верно. Собственно говоря. Если много, на это уйдет много времени. Когда у вас есть камни, когда у вас вообще в принципе есть проблемы с почками, я вас очень прошу, пейте воду. Пейте воду. Потому что все-таки первая причина, вернее, не первая причина, а уже третья причина формирования всех наших проблем это хроническое недопивание воды. Кроме того, что я вам хочу сказать. Многие люди, они не понимают, почему нужно пить воду. Смотрите. Вот наше межклеточное пространство, в котором плавают наши клетки. Для клеток межклеточное пространство это среда обитания. Они отсюда едят и сюда же, простите, делают все остальное. То есть все продукты жизнедеятельности тоже выводят. Так вот, со временем это пространство межклеточное, оно начинает что? Ну, заполняться. Все понятно. Так вот, я вам что хочу сказать. Когда мы хронически недопиваем воду, то есть у нас есть такая система, как лимфатическая, так вот, она стоит на страже того, чтобы вот это все вовремя оттуда убирать. Но без воды это не работает. Лимфа должна быть жидкой. Следующее, что происходит. Если вот это пространство, оно не очищается, вот наша сосудистая сеть, она подходит вот так вот к границе межклеточного пространства. И если здесь все хорошо и здесь все чисто, то она скидывает необходимые питательные вещества. Если здесь все забито, то это ничего не скидывается. Поэтому прежде мы говорим, нужно почистить организм. Нужно вычистить наше межклеточное пространство. Нужно, чтобы наша лимфатическая система заработала правильно. Только потом уже сосудистая система и потом уже все остальное. Поэтому, если мы не почистили организм, можно все, что угодно есть за 100 тысяч долларов и в неограниченном количестве, но это в клетку попадать не будет. Поэтому процесс очищения это, конечно, очень важно. Но я всегда говорю, мы можем 2-3 месяца принимать как раз Вератрол и Слим. Это два продукта, которые, собственно говоря, и запускают вот эти вот еще дополнительные процессы очищения. Но если у нас уже в организме случилась катастрофа, если у нас инсульт, если у нас инфаркт, если у нас уже, не дай Боже, рак, то тогда мы уже не церемонимся. Тогда мы просто начинаем применять все 4. Каждый час, каждые 15 минут, потому что рак, я что хочу сказать, на сегодняшний день рак это уже последняя инстанция, это последний крик о помощи вашего организма. Вот эти вот состояния, зашлаковки нашего организма, они же ведь формируются не за 2, не за 3 дня, и даже не за 10. Это все копится годами. Окна моем хотя бы 2 раза в год, а свой организм мы сколько раз молим? Ни разу. Вот этот вот процесс зашлаковки, загрязнения организма, он начинается сразу после рождения, а то и во время беременности. Поэтому на сегодняшний день мы имеем то, что мы имеем, огромное количество патологий у людей, особенно у детей. Почему так все помолодело? Вот очень многие люди говорят, ну что, ну мы же жили там 50, 60, 70 лет назад. Мы же ничем не пользовались, все же было хорошо. Правильно? Правильно. Что произошло за последние 50, 60, 70 лет? Первое, это изменилось наше питание. На сегодняшний день генно-модифицированных продуктов, продуктов с измененной химической формулой, вот так вот. Вы зайдите в любой магазин, нечего брать в магазине, потому что это не является ни белковым, ни жировым продуктом. Мы все это прекрасно понимаем. Вот то молоко, которое мы покупаем в пачечках, это не белковый продукт, это углеводный с измененной формулой химической. Те масла, которые мы имеем, кроме натуральных, это опять же углеводный продукт с измененной химической формулой. Почему? Потому что мы знаем теорию одного миллиарда, что только один миллиард людей на планете Земля у нас достаточно полноценное по питанию. Все остальные 6 миллиардов людей, они дефицитны по белкам, жирам, витаминам и минералам. Все правительства всех стран, они это прекрасно понимают. Поэтому хоть как-то пытаются людям создать иллюзию, что они едят белковые, жировые продукты. В результате происходит нарушение обмена веществ. Потому что, когда мы едим одни углеводы, мы понимаем, что происходит в нашем организме. Кроме того, за последние 50-70 лет по разным показателям питательная ценность продуктов сократилась на 30-60%. И когда мне говорят люди, что я ем там капусту со своего огорода и так далее, я говорю, я за вас счастлива. Но там ничего нет. Особенно это люди, которые живут в больших городах. Потому что те фрукты и овощи, которые лежат на прилавках, они пустые. Мы все это прекрасно знаем. Как происходит процесс дозревания за два дня. А витамины и минералы, они у нас только под воздействием света и за определенный промежуток времени формируются в данных плодах, в фруктах и овощах. И так далее. Кроме того, что еще изменилось за последние 60-70 лет? Нет воды. Нет воды. Мы не пьем воду, мы пьем растворы. Чистую воду мы не пьем. Это нужно совершенно четко понимать. Кто смотрит программу «Малыша»? Поднимите руки. Все смотрим. Вы знаете, вы меня простите, да? Но я хочу сказать, что ничего вреднее в жизни я никогда не видела. Это ужас просто. Я тут недавно в июне пошла на массаж. Лежу и, значит, работает телевизор. Это было раннее утро. И идет как раз передача «Малыша». И как раз это к слову о воде. И, собственно говоря, она говорит, вот сидит в зал, вот, наверное, столько же человек. Я не знаю, сколько там было человек. Людям на выбор предлагается выбрать воду какую-либо. Первое предлагалось. Это колодезная вода. Второе. Это родниковая вода. И третье. Это бутилированная вода. Вот все нормальные люди. Какую выберут воду? Ну, либо родниковую, либо колодезную. Правильно? Все так и ответили. На что, значит, сказала наша Елена Васильевна, да, многоуважаемая? Она сказала, в колодезную воду пить нельзя. Почему? Потому что там может быть мышьяк. Откуда в колодезной воде может быть мышьяк? Минус, да? Второе. Родниковую воду пить нельзя, потому что там может быть очень много всякого патогенного мира. Бактерии, вирусы, там простейшие и так далее, и тому подобное. Поэтому единственное, что нам остается, это якобы бутилированная вода. У людей был шок. Поэтому я вас очень прошу, фильтруйте, пожалуйста, все, что вам говорится, в том числе и меня фильтруйте. Потому что вся информация, она должна как-то перепроверяться. Третье. Что изменилось? Стрессы. Вот такого, вы знаете, вот как раз вот эта массажистка, к которой я ходила, она говорит, ты не представляешь, я уже 10 лет массажирую, но только за последние 3 года она говорит, вот ко мне приходят люди, они как каменные. Они настолько все зажаты системой, информацией. Вот этим вот шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, это считается побегом. Я когда ехала в Казань, я ехала с начальником поезда, Хадича, она наш партнер, собственно говоря. И вот мы сели с ней в купе и разговариваем. Она говорит, ты знаешь, я ненавижу уже свою работу, потому что каждый шаг это преступление. Каждый шаг, это вот нужно с кем-то согласовать. Ты сделала что-то, то, что ты считаешь нужным, а потом задняя мысль пришла в голову, а правильно ли я сделала? То есть люди, они стали уже сомневаться сами в себе. То есть такого количества стрессов вот за последнее время, я не знаю, наверное никогда в жизни не было у людей, даже во время войны. Это просто что-то невероятное. И четвертый фактор, это наше магнитное излучение. Столько, сколько сейчас люди пропускают через себя излучений, такого не было никогда. Вот я ехала трое суток, и над нами было 27 тысяч вольт. И вот все, кто работает на железной дороге, они говорят, они каждый день подвергаются этому дикому излучению. «Наши мужчины любимые постоянно носят вот эти вот устройства, где у себя? Вот здесь, вот здесь, где угодно, только не подальше от себя. Вот еще первая причина наших мужских проблем, и женских тоже, кстати. Но про это можно говорить достаточно долго. Вопросы у кого-то какие-то есть ко мне? Давайте. Я про вопрос. Беременным можно давать или нет? Беременным можно все, кроме виталити. Как только наступила беременность, виталити сразу автоматически исключается. Но я всегда говорю, если у беременной женщины все хорошо, если она себя чувствует прекрасно, ребеночек развивается хорошо, кроме мультивитамина ничего не надо. Но если появились какие-то проблемы, проблемы какие могут появиться? Токсикозы, гистозы различного характера и так далее и тому подобное. Вот тогда, конечно, можно добавлять все остальное. Но все в разумных дозах. Миома при беременности – это другая история. То есть это уже потом будут с миомой разбираться. То есть беременность – это беременность. Это особое состояние. И мы всю беременность работаем на эту беременность, так скажем. А все остальные уже состояния мы решаем потом. Еще раз. Сейчас у нас в Улан-Удэ появился мужчина, у которого Бехтерева, но там уже запущенная стадия. Вот в самом начале, вот даже Амалия говорила в своих выступлениях, болезнь Бехтерева достаточно хорошо корректируется. Но даже в запущенной стадии, я что вам хочу сказать, мужчина отмечает улучшение. Он говорит, все, все поменялось. Абсолютно. Это, конечно, есть. Скованность – это все есть. Но он говорит, у меня спина уже так не болит. Я уже сижу по-другому, я уже лежу по-другому, и все по-другому. Абсолютно. Что давали? Начал он Вератрол Слим, но вот сейчас уже должны были подключить все остальные. Брызгать обязательно и воду пить обязательно или нет? Обязательно. Воду пить тоже обязательно. Все, что касается глаз, местного применения мало. Три-четыре раза в день можно закапывать в глаза по одной капле, и обязательно до семи раз в сутки нужно Вератрол распылять под язык. Вода всегда обязательно. Почему? Потому что данный продукт, когда заходит в организм, он начинает очень серьезную там работу. И в первую очередь, помните, я вам говорила, он начинает очищение. Поэтому, чтобы все это выводилось и опять где-нибудь не застряло, все эти шлаки и токсины, и чтобы они, не дай Боже, не пошли через кожу, потому что это сразу напугает людей. То есть у нас какие были ситуации? Сейчас немножечко, потом расскажу про эти ситуации. Обязательно пить воду. 30 миллилитров на килограмм веса. Это норма. А у дочки зрение минус 3,75 просто, ну, зрение плохое. В любом случае, все, что касается глаз, закапываем в глаза, брызгаем под язык и пьем воду. А норма откуда узнавать, что с чем вот давать? Какой норма? Ну, вот по сколько капель для ребенка? Ребенку сколько? 15. 15 лет? Это уже взрослый ребенок. Поэтому, когда люди неподготовленные, вы присаживайте, когда люди неподготовленные, чтобы сразу вы все понимали, только когда в катастрофических ситуациях мы сразу начинаем с больших дозировок. Все остальное мы начинаем с минимальных дозировок. Я всегда говорю 2-3 раза в день. Это под язык. Принимаем несколько дней и смотрим, как я себя чувствую. Потом начинаем 3-4. Опять несколько дней. И так мы постепенно доводим до 7 раз в сутки. Понимаете, да? Почему я это говорю? Потому что, когда мы начинаем применять данный продукт, мы всегда получаем обострение. Так вот, чтобы не получить дикого резкого обострения, вот это нужно делать все аккуратно, постепенно и обязательно с водой. Могут быть еще какие-то моменты. Люди говорят, вот я начал применять, вот у меня сердце никогда не болело, а тут у меня прихватило. Я говорю, если оно у вас не болело, это не значит, что у вас там не было проблем. Состояние гипоксии в органах и тканях оно всегда уходит болезненно. Почему болеть начинает? То там болит, то тут болит, то колет, то жжет, то еще какие-то ощущения возникают. Я хочу, чтобы вы поняли, как уходит гипоксия. Вот вы когда отлежали руку или отсидели ногу, и потом вы руку распрямили, и пошло полноценное кровоснабжение, что вы чувствуете в этот момент? Дискомфорт, больно, колет, хочется прямо вот растереть и погладить. То есть вот такие вот моменты. Так вот, я что хочу сказать. Когда длительно органы и ткани испытывают гипоксию, и вдруг пошел правильный кровоток, потому что вератрол начал работать, все у нас артериальное русло заработало, гипоксия стала уходить, собственно говоря. Все. У вас начинаются такие ощущения, то там, то там, то там, то там. И это сразу как детектор, что у вас именно там есть какая-то проблема. Это нужно просто пережить. Если вы уже находитесь на большой дозировке, и вдруг у вас появилось такое состояние, что нужно сделать? Нужно просто сократить дозировку, увеличить еще большее количество воды, пережить это состояние и сказать спасибо, что ты у меня появилась. Потому что иначе, ну никак. А при циррозе печени что-то помогает? При циррозе печени обязательно вератрол, слим, обязательно мультивитамин. Обязательно. Печень – это самый регенерируемый у нас орган в организме. Поэтому, да, самовосстановление. Но единственный момент, что нужно запустить правильно, это самовосстановление. Вот и все. – У меня в мамы присутствуют повторные. Сейчас больница уже. Сейчас я не знаю, что можно. Я знаю, сейчас. Она нормально у меня. Что? – Срочно нужно. – Я не знаю. Срочно вератрол и слим начинаете прямо каждый час. Потому что это уже катастрофа в организме, еще раз говорю. Каждый час, но не забываем про воду. Обязательно. Ну вот я сейчас рассказывала случай, когда вот у нас был инсульт, и такой же повторный случай у нас был в Улан-Удэ. Ну не в Улан-Удэ, вернее, в Кяхте рядом с Улан-Удэ. Моментально вытащили людей буквально с того света. Поэтому, пожалуйста, найдите этот продукт и начинайте применять уже сегодня. Женщине 76. У нее желчные полные камнями, астматик, варикоз, язвы желудка, артроз и давление. И еще пульс повышенный. Что делать? Замечательно. Полный комплект. Полный комплект. Так вот, с этим комплектом начинаем разбираться постепенно. Чтобы этот полный комплект у нас не выстрелил где-нибудь. Так вот, нужно запомнить одну вещь. Я, конечно, сейчас даю общие рекомендации. Мы все это должны четко понимать. Но как только мы начинаем принимать продукт, у нас возникают какие-то нюансы. Поэтому слушайте, пожалуйста, себя. Я вас очень прошу. Не нужно просто следовать рекомендациям. Немножечко себя слушайте. Вот этой вот женщине обязательно начинаем вот с этих двух продуктов. Причем вератрол и слим. Вератрол и слим. Причем применять она их будет месяца три точно. Вератрол и слим. А слим ведь, например, камни полные у нее. Ну ничего страшного. Она боится. Я говорю, лучше буду удалять желчный. Но надо объяснить одну вещь. Как только будет удален желчный пузырь, весь процесс пищеварения будет нарушен. Автоматом пойдет нагрузка на печень и на поджелудочную железу. Если она хочет получить панкреатит, пожалуйста. Ей сказали, что не работает у нее желчный. Совсем отключены. Но это другое дело. Беспокоят камни? Нет. Не беспокоят. Если не беспокоят камни, я в таких ситуациях говорю. Говорю, давайте попробуем. Но если уж совсем будет, не в моготу. Удалить всегда, никогда не поздно. Еще вопрос. Капать, говорим. Как вот капать? Брызгать в глаза, что ли? Нет. Брызгать в глаза нельзя. Могут лопнуть сосуды. Значит, смотрите, что делают наши партнеры уже. То есть берутся капли глазные. Ну, какие-нибудь самые простые, самые дешевые. Все это содержимое выливается, промывается, просушивается баночка. Потом шприцом забирается вот отсюда. Он открывается, этот флакон. Он нормально открывается. Леш, помоги мне, пожалуйста. Держи. Вот он открывается. Все. И вы шприцом отсюда аккуратно, стерильно забираете. И, собственно говоря, в эту вот емкость. И спокойно, как обычно, закапываете глазные капли. Три-четыре. Нет, не надо разводить. Нормально. То есть, смотрите, конечно, появляется ощущение жжения, но оно буквально 5-10 секунд. Оно не смертельное. Это нормально переносится. Все вот даже говорят. А если мы принимаем уже месяц, капаем, то вообще уже практически ничего не жжет. Еще вопрос. Совершенно слепой мужчина. Сетчатка вся свернул с трубочку. В таких случаях как? Ну, тут сложнее, конечно, все. Но слепой с рождения он или почему? Нет. Травма. Травма? Да, эти травмы. Сетчатка там вообще никак, она не функционирует? Трубочка свернулась. Совершенно не видит. Трубочку свернулась. Интересно, конечно. Ну, я что хочу сказать. Вот Караша Штанабаева рассказывала свой случай. У нее очень близкая знакомая, да? Которые диагностировали стопроцентную слепоту. Все, слепая женщина была. И когда она начала принимать данный продукт, целый год она капала этот продукт, ну, естественно, тоже под язык распаляла, да? Через год она стала при дневном свете различать силуэты и цвета. Поэтому я еще раз говорю, человеческий организм, он уникальный. Поэтому попробовать стоит, но хуже не будет точно. Спасибо. Пожалуйста. А как долго принимать? Три месяца, шесть месяцев вообще? Какие-то пожизненные? Или какой-то перерыв должен быть? И смотрите, перерывы можно делать естественно. Нужно понять одну вещь. Вот эти четыре спрея – это не лекарство. Это полноценная еда. Это полноценная еда для нашего организма. Поэтому вы сами будете решать, сколько вы будете хорошо и полноценно кормить свой организм. Вы можете его кормить всю жизнь хорошо, может, у вас денег хватит только на месяц. Я не знаю, да? Первые результаты могут появиться у всех в разное время. От начала приема. То есть у кого-то через три дня ощутимый результат может появиться через месяц, может, через полгода. Но если мы говорим про какие-то серьезные состояния, например, как онкология, там год не меньше. Там на меньшее даже людей не ориентировать. Потому что, конечно, могут быть, как у нас у Ирины Поповой, кстати, я привезла это видео, Ирина Попова, это у нас был первый человек, первая женщина, которая получила результат по онкологии. Рак молочной железы. Я сейчас немножечко расскажу предысторию, а потом я вам включу это видео, чтобы вы вживую посмотрели, что это на самом деле так. Когда я ехала в Благовещенск, и, собственно говоря, мне нужно было записать ее, потому что она ни в какую не хотела нам просто давать свой видеоотзыв. Значит, в 2013 году ей поставили диагноз. Было пройдено 4 химиотерапии. От резекции она отказалась. И поддерживала себя всем, чем угодно, то есть и гриб линжи она пила, и что она только в общем не пила. В конце марта она услышала про эти спреи и начала их применять. И вот сейчас мы посмотрим. Да? Отюков нет, давления нет, честно. Сердце вообще меня не беспокоит. Никак, правда, еще не ходила, не проверяла, честно признаюсь, потому что не до этого пока нет. Я спреи принимаю, пришла в компанию в феврале, продукцию первую получили в марте. С марта месяца пришел полностью на вор. Саша Цегулевский нам помог. Вот, я начала принимать сразу 4. Бешено поднялось давление. Меня колбасило, можно так сказать так, что вообще. Я лежала в блюшку, вызывала скорую. Я, значит, убрала Виталити в первую очередь. Оставила мультивитамин, Слим и Виратрол. Потом пришла ко мне дочка, у нее, короче, проблема с щитовидкой, там тоже миомы, я Виталити мультивитамин отдала ей. Думаю, ладно, я без мультивитамина переживу. Оставила только Слим и Виратрол. Месяц где-то я пила Слим и Виратрол, все равно держалось давление. Я убрала Слим вообще. Убрала Слим, у меня давление стало немножко опускаться. Потом опять экспериментировала, опять подключала Слим, у меня опять поднималось давление. Я Слим вообще убрала. Оставила его только раз утром. Вот утром встаю, три впрыскивания делают, и все. Виратрол поначалу я применяла каждый час по три впрыскивания. Так как у меня онкология, вот, и, ну, практически я пошла на ВТЭК через два месяца после применения Витаспреда наших. Когда я пришла на комиссию, значит, комиссия меня стала смотреть, смотрели буквально три врача сразу, искали мою опухоль, никто ее не нашел. Говорит, если бы не знали результата, сказали бы, что ничего нет. Единственное, что осталось в полном, сжатая кожа, потому что, как вот опухоль тянула на себя, вот эта поджатость есть, опухоль полностью рассосалась. Врачи, конечно, не поверили, отправили меня на вторую центральную комиссию. Вторая комиссия опять меня смотрела, проверяли память, там, как всегда, ориентацию там, ребусы всякие, ну, короче, и психолог, и все, короче, сделали заключение, что я нормальная здоровая. Слава сейчас. Сказали, что надо делать операцию все равно, и потом к нам придете. Ну, я, конечно, развернулась, сказала, никакие операции я делать не буду, и к вам больше, лучше не попадать. Они, ну, время, типа, покажет. Я говорю, хорошо, время покажет, только не надо мне такую устанавливать программу, что я к вам еще раз перейду. Вы представляете, два месяца применения. Вот она, когда рассказывала, она меня, говорит, колбасила. Так вот, представьте, организм вот очищался, он просто выбрасывал вот это все, что в нем накопилось. Почему так было плохо? Потому что настолько все запущено. Понимаете, да? Не надо ориентироваться на это, что и вам будет точно так же плохо. Некоторые вообще не замечают этого обострения. Оно проходит, ну, так, в легкой форме. А когда Ирина мне через 10 дней написала в ВКонтакте, она сказала, я не буду принимать эти спреи. Я говорю, Ира, я тебе не буду принимать эти спреи. Говорит, ты что, издеваешься? Мы с ней убирали дозировки, она забывала пить воду. Вот еще причина того, что бывают такие вот обострения, да, собственно говоря. И вот потом, 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 и вот получился такой результат. Когда она пришла перед в ТЭК, сделала маммографию, когда она сделала УЗИ, идет полностью восстановление тканей молочной железы, протоков и так далее. Они сказали, надо разрезать, посмотреть. Она говорит, нет, довольствуйтесь, пожалуйста, моими снимками. И я пошла. Все. Естественно, конечно, после этого мы с ней поговорили. Я говорю, Ирина, ты понимаешь, что два месяца это ерунда? Она говорит, да, конечно. И будем продолжать дальше. В Казахстане случаев по онкологии вот так. Амалия Репина тоже рассказывает, и вы видели, наверное, на Ютубе многие партнеры, да. Вот это вот видео, когда у нее мужчина, да, которого выписали умирать домой, собственно говоря. Вот это видео меня просто сразило на повал. Это была последняя точка, когда я сказала, ну, про это не говорить, просто невозможно. Надо в этом разбираться и дать это людям. Собственно говоря, вот так. Поэтому по онкологии результаты, конечно, есть, но я что вам хочу понять? Вы должны просто четко у себя уяснить. Это не лекарство от рака. Нет. И, к сожалению, бывают такие случаи, когда мы не успеваем переломить ситуацию, когда уже слишком поздно. Поэтому то, что случилось в моей семье и происходит в очень многих семьях, вот эти вот трагедии, да, это говорит о чем? Профилактику никто не отменял. Поэтому мы сейчас, вот на сегодняшний день, все, кто здесь сидим, мы не знаем со стопроцентной уверенностью о том, что происходит у нас в организме. Это невозможно. Понимаете, лимфатическая система наша, да, стоит на страже. Она все это вот работает, иммунитет наш прекрасно работает и все хорошо. И мы можем ходить каждые полгода сдавать общий анализ мочи, крови и все на свете, да, но если у нас уже перевернута моча и кровь, это говорит о том, что все, уже катастрофа началась. Поэтому срочно хватаем все возможное, что и невозможное и начинаем работать над собой. Мы не ждем, пока нам там диагностируют опухоль, мы не ждем, пока у нас там диагностируют еще какие-то другие состояния, да. То есть это четко надо понимать. В первую очередь, и что вам хочу сказать? Очень многие люди говорят, ну я же здоров. Я говорю, я так за вас рада, что вы здоровы. Но у нас всегда есть люди вокруг, да, которые в этом нуждаются. И мы сами, с профилактической точки зрения, мы сами в этом нуждаемся. Будущее за медициной профилактической. Спасибо. Давление пониженное 90 на 60, а сердцебиение повышенное 120. Давление пониженное 90 на 60, а сердцебиение повышенное. Ой, ребят, что я вам хочу сказать? Вот эти вот низкие давления, которые потом у нас переходят вдруг в высокое давление, это в первую очередь вот как раз первые звоночки о том, что в нашем организме уже где-то что-то не работает. Что у нас не работает, если такое давление, если такой пульс? Смотрите, дорогие мои, вот у нас в организме 20% токсинов, они жирорастворимые, то есть они выводятся из системы печени и кишечника, а 80% это водорастворимые, то есть они выводятся чем? Почками, правильно? Почки. Так вот, немножечко информации, что у нас такое моча? Моча – это у нас вода, и плюс все то, чего быть в организме не должно. Мы же четко понимаем это, да? Так вот, теперь смотрите, наши почки – это орган, который должны в разведенной воде, собственно говоря, вывести то, что отфильтровал наш организм. Правильно? Правильно. Так вот, наши почки могут выводить не 100% вот этих шлаков и токсинов, а, например, 99%, а потом 98%, а потом 97%, а потом 90% и так далее, и тому подобное. вот если это не вывелось с мочой, куда это возвращается? Это возвращается в кровь, начинает там циркулировать. Первая система, которая начинает, собственно говоря, организм, он все, он в шоке, как это так? Я это вывел, а у меня это обратно все вернулось. И что он начинает делать? Он начинает понижать наше давление для того, чтобы это не дошло до жизненно важных органов, в первую очередь до головного мозга. Все эти шлаки и токсиды. И у нас сначала давление 110 на 70, потом 100 на 60, потом 90 на 60 и так далее, и тому подобное. Так вот, когда мы видим вот это, и нам ставят вегетососудистую дистонию, нужно в первую очередь подумать не о вегетососудистой дистонии, а о том, что где-то недорабатывают почки. Началась зашлаковка организма. И вовремя начать с этим работать. А потом, через много-много лет, что у нас происходит? Пришел на работу, не сдал вовремя отчет, перенес огромный стресс, ну, потому что начальник тебе там так вставил, да, что мало не показалось. И наше давление начинает вдруг 140 на 90, 150 на 100, 160 на 100, и мы плавно переходим в состояние гипертонии. Все гипотоники и все гипертоники, это все у нас дикая просто зашлаковка в организме. Многие говорят, ну, вот, в подростковом возрасте все. Я говорю, еще раз говорю, зашлаковка организма начинается в раннем детстве, а то и во время беременности. Поэтому пока мы не поработаем и не вычистим, давление таким и будет, и пульс таким и будет, и все такое. Чем чистить? Вератролы слим. Начинаем работать с ними. Теперь еще момент. Вот это все у нас циркулирует, циркулирует в крови. Но все-таки организм да что говорит, ну, я же это выделил. Этого же быть не должно. Почки не работают, печень не работает, кишечник не работает и так далее, и тому подобное. Через что это будет выделяться? Через кожу, через бронхолегочную систему, правильно? Так вот, все, что выделилось на нашу кожу, у нас на коже кто живет? Весь наш параллельный мир. В зависимости от того, что там выделилось, тем мы и покушали. И у нас начинают развиваться атопические дермандиты и аллергозы неясной теологии. Псориаз, нейродермит и прочее, 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 прочее. А первая причина где? В почках. Так вот, на Востоке, в Китае говорят, пока мы не отрегулируем работу почек, мы за вас даже браться не будем. Все остальное не имеет смысла. Поэтому я всегда говорю, набираемся терпения и долго-долго, кропотливо-кропотливо начинаем работать со своими почками. А потом уже мы будем корректировать все остальные состояния. Можно еще раз только вопрос? Вот если антибактериальные, антивирусные, да, можно, наверное, вырызгать во время ангины, стоматитов, да, вот это Миратрол плюс? Конечно. Смотрите. Сафилококки, можно, можно. Но стафилококки, стриптококки вы имеете в виду здесь? Это ваше. Спасибо вам. Вот если это на коже, то лучше с этим будет у нас работать виталити. Если это у нас полость рта, миндалины, глотка там и так далее и все подобное, то, конечно, Виратрол нужно брызгать туда прямо на миндалины. Потому что уникально работает. Тут у нас уже, я не знаю, сколько у нас случаев описано, вообще, я не знаю, наверное, штук 30, если не больше, когда и дети, и сами, чуть только запершило горло. Вот у нас весной ходил, вообще, я не знаю, что это было за инфекция, это был просто ужас, да? То есть, садился голос, то есть, сразу уходило на голосовые связки инфекции и так далее. Так вот, все, кто применяли Виратрола, делали с легким испугом. Потому что, мало того, что под язык, так еще и на миндалины распыляли, еще и в нос закапывали. Дети, если заболели, пожалуйста, и в нос, и на миндалины, и все, везде брызгайте. А если там по крови разносится, значит, кровь очищается, значит, нет по крови, а... И, конечно, и под язык, А детям с какого голоса? Спасибо. С рождения. Виталий. Виталий тянет, Виратрон с рождения. Виратрон с рождения. Язвенный калит, кальцинаты, аорты и еще-еще остеопороз. Так вот, я что хочу сказать, сразу, чтобы все понимали. Вот эти все кальцинаты в организме, они возникают не из-за того, что у нас переизбыток кальция, а просто дикий-дикий дефицит, собственно говоря, этого кальция. Чтобы четко понимали, откуда формируются все эти кальцинаты в той или иной степени. Леш, помоги, пожалуйста. Вот это вот нужно обратно перевернуть. Да. Язвенный калит. Начинаем в любом случае Виратрон и Слим. Потом будем потихонечку добавлять мультивитамин и все остальное. Вот смотрите. 1% кальция у нас всегда в крови. И организм его никогда в жизни не даст снизить. Потому что идет на обеспечение всех необходимых функций. Все, вся биохимия это тоже завязано на кальции. 99% это у нас везде в костях и так далее, и тому подобное. Так вот, когда вот здесь у нас идет снижение, организм начинает тянуть отсюда. Но это все хорошо. Вопрос в том, что когда мы начинаем вводить дополнительно кальций, либо он у нас поступает вместе с едой, он обратно в кости не возвращается. И он у нас начинает оседать везде. В том числе и в сосудах, в том числе в почках, в том числе суставных щелях, и так далее, и тому подобное. Понимаете, к чему я говорю? Поэтому, чтобы убрать это состояние, нужно обязательно вводить кальций. Тем более остеопороз. С остеопорозом останавливает процессы вымывания кальция из костей у нас вератрол. И запускает механизмы регенерации хрящевой ткани в том числе. Так вот, я что хочу сказать. Я ничего против не имею против кальция и других компаний. В общем, да, говорю. Но, собственно говоря, у нас есть, конечно, в мультивитамине кальций, но его мало. Его нужно добавить извне. Обязательно, чтобы убрать вот это состояние. Только не из аптеки. Вот Миля сидит и подсказывает. То есть нужно четко понимать, что кальций кальцию рознь. Соответственно, если мы уже пришли к выводу о том, что наши спреи это ионная формула. То есть, соответственно, кальций должен быть точно в такой же форме. Применяйте любой, только, пожалуйста, не из аптеки. Я вас очень прошу. Не забивайте свои почки и не усугубляйте ситуацию дальше. Все. Нет. Ну, почему Мила? В других компаниях, в компаниях Хауган, в компании Тиньши. Боже мой, сейчас столько просто наоборот, что тут... Простите, пожалуйста, женщине сделали операцию для онкологии, половину языка ей убрали в Санкт-Петербурге и сделали семьи. Но она вот приехала сейчас, как вы вот с этого состояния будете, ей сейчас тяжеловато вот со стороны в первую очередь, ей нужен мультивитамин, потому что в организме убито все, что только можно. Сами понимаем, да, оттуда такое состояние. Второе, нужен вератрол обязательно. Ну, собственно говоря, вы знаете, в таком состоянии можно уже все четыре. Если позволяет артериальное давление, да, если нету там каких-то других ограничений по виталити, можно все четыре. нужно все четыре. Но мультивитамин после химии в первую очередь нужно восстанавливаться, нужно кормить те клетки, которые еще не убили, чтобы они дальше правильно питались и размножались, собственно говоря. Еще один вопрос. Табак и алкоголисы есть какие-нибудь препятаты? Есть. Что я вам хочу сказать? Люди, которые уже несколько месяцев принимают данный продукт, они начинают вообще отказываться от каких-либо внешних стимуляторов. И вот, когда наши партнеры тоже начали применять, я заметила одну очень интересную вещь. То есть, я сама вообще никогда в жизни не курила, я не страдаю этим и вообще, я не понимаю, как люди курят, для чего они, вернее, это делают. И вот, я стала наблюдать за своими партнерами. Вот, они стоят, раньше по полной сигарете выкуривали, а тут делают две затяжки и бросают. Я говорю, а что вы бросаете? Они говорят, вы знаете, не лезет. Не лезет. Мы просто выходим, потому что по привычке, а вообще уже не лезет. Кофе не хочется. Алкоголь. Настолько снижать. Я, конечно, понимаю, что алкоголизм это очень серьезное состояние, да, то есть мы понимаем, что люди пьют, потому что им нравится. Наркомания это тоже, потому что все нравится, потому что нравится это состояние и выходить из них очень сложно. Но что вам хочу сказать? У нас многие партнеры рассказывали, как мужья сокращают это дело значительно применение спиртного. Есть такие результаты. А все? А все. Почему происходит организм? Понимаете, он начинает очищаться. Вот когда начинают принимать наши спреи, меняется все. В первую очередь вкусовые пристрастия. Не хочется в первую очередь сладкого. Не хочется плюшек. Не хочется печенюшек. Хочется, знаете, в каком-нибудь зеленухе пожевать. Вот честное слово. Я терпеть никогда не могла салат. Ну, растение. Салат, да, понимаете, да, что это такое? Вот вчера и позавчера в Казани мы заходили в один ресторан, Корши называется. Я себе просто заказывала. Говорю, нарвите мне вот этот салат вот листьями разные виды салата и залейте какой-нибудь заправкой. И с таким удовольствием это теперь трескаю. Вот честное слово. Меняется все. Абсолютно. Меняются вкусовые пристрастия. Кто кофе пил литрами, да, на зеленый чай у нас переходит. Ну, вот так это все происходит. Организм, он понимает, я же еще раз говорю, он настолько мудрый. Вот настолько мудрый. Это вот просто невероятно мудрый. И он всегда вам будет подавать знаки. Он всегда вам будет подавать знаки. У тех людей, у которых хроническая белковая недостаточность, которые вроде бы говорили, да, мы все ели. Так вот, как только начинаем уже восстанавливаться у нас обмен веществ, люди четко начинают снова пить молоко хорошее. Хочется домашнего творога, деревенских сливочек. Все это можно. Сало, как хочется. Прямо сказка, не жизнь. Сало, ешьте, пожалуйста, я вас очень прошу. Сало кушать нужно. А, ешки мои, простите, мои хорошие. Простите, я вас очень прошу. Ладно, кто ест, кто ест, те едят. Ладно, все. Вот вы говорите за счет спида. Я вчера встретил соседа, он прямо до слез, он прям, да, он прям уже ревет, я говорю, я говорю, ты уже не знаю, что делать, да, он болеет спидом, он бывший наркоман, вот, весь вот такой худой дрыщ и как бы до слез, и он меня, я как раз его просил, чтобы он свою матушку пригласил сюда, но так как у нее не получилось, он мне просто задал вопрос, от спида, может помочь. Вот вы как раз на счет спида говорите. Вот я что хочу сказать, мы от спида, конечно, его не избавим, но мы поддержим иммунитет настолько, что мы поможем, просто, ну, продлим жизнь. Вы должны это четко понимать. Вот я сейчас вот на вот этом примере, вот на примере вот этого парня, 30-летнего, мы сейчас это все наблюдаем. Конечно, мы его не избавим, боже, невозможно делать таких заявлений, но то, что запускается иммунитет, то, что уходит, от чего люди умирают при спиде? Они же не от самого вируса умирают. Просто-напросто все инфекции съедают организм. Так вот, что делает данный продукт? Он просто настолько работает с этим иммунитетом, что иммунитет начинает справляться с этими инфекциями. Вот и все. Восстанавливается аппетит, восстанавливается сон, ну и все прочее. Рак легких, четвертая стадия. Ну вот еще та же самая ситуация. У нас есть в Ланде такая ситуация. Значит, пришла партнер, у нее, у мужа рак легких уже несколько лет, но четвертая стадия, одного легкого уже нет, он просто его выкошлил. Температура 40 на протяжении трех лет последних. И, собственно говоря, не переносил запахи вообще. И тут, представляете, она ему приносит все четыре спрея, говорит, брызгай каждый час, все, терять нечего. Через неделю она приходит с работой домой. Она, говорит, открывая дверь, пахнет борщом. Она, говорит, смотрю, туфли стоят, думает, ну, боже мой, куда в тапочках, говорит, что ли, куда-то выскочил. Потому что всегда, когда что-то готовили, он просто выскакивал из дома. И тут выходит муж из кухни и говорит, знаешь, я, говорит, сегодня так борща захотел. Он съездил на рынок, купил мясо, есть небольшие, но есть улучшения. И температура приходит в норму, да, потихонечку. И одышка уходит. Он спать стал лучше, аппетит появился. Ну, вот эти вот все состояния. Я не знаю, успеем мы переломить эту ситуацию или нет. Дай бог, что успеем. Все четыре спрея каждый час. Ну, я опять же говорю, слушайте себя. Если вы не можете принимать виталити 10 раз в сутки, ну, не надо. Я просто рассказываю свой результат. Значит, у меня была какая проблема в 2007 году. Почему я, собственно говоря, вообще пришла к БАДам? В 2007 году мне поставили диагноз киста правого яичника 6 на 8, смещение органов влево. Вообще стоял вопрос, что это такое? Мне было 27 лет. Двое детей. Только что пережила развод с мужем. Ситуация была, знаете, я тогда просто вышла и подумала, господи, ну неужели? Тут что-то не то. Ну, вот, собственно говоря, начали мы консервативную терапию, посадили меня на гормоны. Все хорошо, все было замечательно, все просто прекрасно. Но я просто не стала сидеть на месте, я стала искать что-то еще. И в мою жизнь пришли БАДы. И эти БАДы ела горстями три месяца. Ну, вот в комплексе мы решили эту проблему без операции, без всего, собственно говоря. Но на гормоны-то меня уже посадили. И пока я принимала эти гормоны, цикл был правильный. Как только я переставала принимать эти гормоны, а переставала принимать гормоны, потому что, простите, уже варикоз, уже печень начала давать о себе просто знать, в любом случае это происходит. И я периодически говорила, все, я больше не могу. Я не хочу их больше принимать. Но как только прекращала, у меня начинались сбои и, ну, фактически климакс. Да? То есть в таком молодом возрасте. Так вот, что хочу сказать. Когда я узнала про Виталити, я сказала, это будет последний продукт, который я, собственно говоря, на себе проэкспериментирую. Я сама себе отменила нафиг все. И начала принимать Виталити. Ну, мне же сказали семь раз в сутки. Ну, поэтому я семь раз в сутки и принимала. Считаю, что я достаточно подготовленный человек. Так вот, я что хочу сказать. Меня начало колбасить так, что, честно, было удивительно. Я не спала до пяти утра. Я спала три часа в сутки. Энергии было столько, что я не знала, куда ее девать. Я подумала, нет, наверное, ребята, семь раз в сутки мне слишком много. Я ушла на три. Полтора месяца применения. И вот уже на протяжении полугода все идет так, как должно идти. Хотя я его уже не применяю. Я ему не хочу больше. Мне ее не хочется. Поэтому, уважаемые женщины, любите этот продукт. Все будет хорошо. После гормонов я не поправилась. Ну, может быть, немножко. Вы знаете, у меня всегда вес был 57 килограмм. Поэтому, когда я стала 60, 62, на мне это стало незаметно. Ну, просто. Я как бы добрала немножечко. Не знаю, я не поправилась. То есть, смотрите, вы, допустим, распылили виратру. Подержали 15 секунд под языком. Обязательно. Не глотайте его сразу. Не надо. Он должен усвоиться под языком. Все. Потом начинает вырабатываться слюна. Естественно, мы можем сглотнуть. Как минимум, перерыв 2-3 минуты. Но если будет перерыв 10 минут, ничего страшного не будет. Если перерыв будет час, тоже ничего страшного не будет. Потом можно второй. Потом можно третий. И следом четвертый. Все. Воду пить до. Вот сначала вы попили воду. Потом вы распылили спреи. 20 минут вообще в рот желательно ничего не брать. Ни еду, ни воду. Все. Вообще прием спреев никак не зависит от приема пищи. То есть некоторые говорят до еды, во время еды и так далее. Единственный только момент – это слим. Те люди, которые хотят скорректировать свой вес, то есть убрать его, лучше, конечно, принимать до. Те люди, которые хотят поправиться, можно во время еды. Ну или сразу после еды. Это вот единственное. Все остальное вы можете всегда носить это в кармане, в сумочке, я не знаю, где угодно. Бежать на ходу, в троллейбусе, в автобусе, где угодно распылили, побежали дальше. Все. Только носите с собой воду. Обязательно. Женщине у вас 53 года. У меня цирроз, совесть, сладо, не ехать. Еще у тебя. Очень замечательно. Все хорошо. Ну вот я еще раз говорю, вот такие состояния, да, это корректируемые долго, и они должны, как сказать-то, вот прием спреев, он должен происходить осознанно. Это не просто, что вот это какая-то панацея, ты будешь жить, как ты жила, и так далее, и тому подобное. Потому что я всегда говорила, говорю и буду говорить, что 5% людей, это действительно здоровые люди, вот им от природы дано здоровье. Они высокоадаптивные люди. Они, в принципе, могут делать со своим организмом все, что угодно, но, тем не менее, жить достаточно долго. А вот для 95% людей здоровье – это работа. Каждодневная работа над собой. Поэтому, первое, корректировка питания, усовершенствование своей кормовой базы. Это все понятно. Физические нагрузки, их никто не отменял, ребят. Это все нужно делать. Это все нужно делать осознанно. Вода. Все, ваша концепция здоровья, и будете жить долго счастливо. Дождетесь правнуков и праправнуков. Что можно? Давление какое? Давление понижено. Давление понижено. Ну, инфаркт давно был? В сентябре. Ну, то есть уже практически сколько год, да? Вот. Но здесь аккуратно, очень аккуратно начинаем с вератрола. То есть 2-3 раза в день буквально. Через 2 недели добавляем слим. Опять с маленьких дозировок. Так принимаем месяца 2. Потом начинаем добавлять все остальное. Потому что можно просто-напросто получить очень серьезное обострение. Ну, что хочу сказать. Грибок вообще уходит на раз. То есть можете наружно принимать виталити. Вообще в процессе, пока вы принимаете наши спреи, грибок уходит. Просто-напросто. Отрастает ноготь. Все, и там уже здоровый. В таких случаях уже вот так. Ну, витилиго, смотрите. Витилиго взрослый человек? Ну, взрослый человек, собственно говоря. Вы знаете, витилиго – это такое заболевание, этиологию, то есть первопричину, которую до сих пор никто до конца не знает. Да? Ну, что хочу сказать. Вот, виталити работает с этим состоянием. То есть и под язык, и наружно. Обязательно найти пятна. Ну, соответственно, если это несколько пятен, то расход будет небольшой. А если это уже генерализованный процесс, да? Ну, надо пробовать в любом случае. Потому что, вы знаете, стопроцентные гарантии при таком состоянии никто не дает. Но результаты были. Еще вопросы? Смотрите, ребята, что сразу хочу сказать. Вообще, значит, по ДЦП есть огромное количество результатов. В Казахстане два центра работают по реабилитации детей с ДЦП. В Монголии один центр работает. Практически все дети, они получают какой-то результат. Но примерно 100 детей получили яркие результаты. То есть речь восстановилась, да? То есть двигательная активность, спастика где-то прошла и так далее. Вот. Но тут надо всегда смотреть, потому что все зависит от степени поражения. То есть мы это должны четко-четко-четко понимать. Вот. Но результаты есть. Это вот у нас вератрол и мультивитамин. Это вот эти два продукта. У нас в ЛАНОДе есть какой результат по ДЦП? Значит, мальчику 10 лет, левосторонний гемипорез. Язык не поворачивался, не ворочался во рту вообще. То есть вот такое было состояние. Ну, он передвигался, он учится в коррекционной школе и так далее. Но у мальчика были прямо сильнейшие три раза в месяц судороги. Он прямо вставал в пятки, затылок. Вот так. Родители очень боялись этого, потому что это очень страшно. Ну и, собственно говоря, их пригласили наши партнеры к нам на презентацию. Они все это послушали, задавали много вопросов и начали применять. Что хочу сказать. Через где-то две недели мама что говорит? Мы, говорит, утром завтракаем, и вдруг, говорит, его на стуле просто передернуло несколько раз. Мы, говорит, вообще не поняли, что случилось. Только потом до нас дошло, что это у него приступ так прошел. Это был апрель. И вот уже прошел май. Вот уже прошел июнь. Вот в июле меня не было дома. Но за эти два месяца у него приступов не было. И когда они в конце мая в школе там сдавали какие-то экзамены, он, говорит, мама, я, говорит, сидела, и я, говорит, вижу, что он прямо, говорит, он хочет сказать что-то. У него начал язык двигаться во рту. Еще один результат. Это Абакан у нас. Вот совсем недавний результат, который вот мы получили. Значит, девочка три года не ходит, не разговаривает, только мучит, не спит за три года. Продолжение следует...